Добрый день. Уважаемые телезрители, в эти дни в городе Якутске проходит Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная нашему курговому танцу хеджа. Хеджа – это бесценный дар, который достался нам эвенам от наших предков. И сегодня наша цель и задача – сохранить и передать его в первозданном виде нашим следующим поколениям. Работа по увековечению, сохранению и пропаганде эвенского кургового танца хеджа активно и планомерно проводится Союзом Эвенов Республики Саха-Якутия с 2019 года. Второй республиканский фестиваль седжа прошел в Якутске в марте 2020-го и собрал большое количество любителей и ценителей культуры эвенского народа. Участники с большим интересом слушали выступления и доклады ученых и пропагандистов. Своё мастерство показали тогда наши старшие поколения, настоящие мастера, признанные запевалы. Это Зинаида Платоновна Никулина, Акулина Петровна Трайзе, Иван Петрович Слепцов. К сожалению, их сегодня нет с нами рядом, но сохранились и передаются следующему поколению их незабываемые запевы. За это время проведено несколько экспедиций. Фестиваль стал кочующим. Зафиксированы виды кургового танца в нескольких эвенских поселениях. И в эти дни на Всероссийской научно-практической конференции о венской круговой танец-сэдже как объект исторического и культурного наследия Арктики говорили много о важности сохранения языкового и культурного наследия коренных народов Арктики. Открыл первый день пленарного заседания проректор по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета Евгений Эдуардович Соловьёв. Надо отметить, что конференция была организована СВФУ, кафедра ЮНЕСКО, Союзом Эвенов Республики Саха-Якутия при поддержке Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Соорганизатором выступил Дом дружбы народов имени Алексея Лисевича Кулаковского. Благодаря современным технологиям конференция прошла в очно-заочной форме и было прослушано более 30 докладов и выступлений. Общее количество участников – около 300 человек. Союз Эвенов к нам вышел с предложением о проведении конференции по посяде. И мы это дело поддержали, потому что мы знаем, что действительно и носителей вот этого танцевального искусства становится с каждым годом все меньше и теряются вот эти очень многие элементы вот этого танца. Но дело в том, что каждый народ, каждая культура, она очень особенная. И танцевальная культура – это часть общей культуры. Поэтому вот мы думаем, что это очень важное направление. И поэтому мы поддержали эту конференцию. И думаем, что мы достигли своей цели, потому что я сам даже очень удивился столько видов исполнения этого танца. И вот круговой танец, он специфичен для всех северных народов. И поэтому дальше надо развивать это направление. Например, круговые танцы всех арктических народов мира. Можно даже организовать конференцию, круговые танцы коренных народов Арктики. Конечно, можно начинать с России. И вот эта инициатива «Союза Иванов» очень, я считаю, хорошая инициатива. Именно вот тонкости культуры, все это вот именно заложено в этом танце. Анатолий Васильевич также отметил, что проект цифровизации языкового культурного наследия коренных народов Арктики, проводимый кафедрой с 2011 года, в 2020 году получил статус проекта Арктического совета. Участниками было представлено несколько докладов, которые затрагивали все аспекты сохранения и популяризации хеджа – феномена культуры овенского народа. И, несомненно, одним из важных и долгожданных моментов конференции стали мастер-классы ведущих запевал. Учитель учителей, заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия Анна Дмитриевна Слепцова из Момского района рассказала и показала круговой танец эвенов Момы. Слепцова из Момского района Республики Саха-Якутия Республики Саха-Якутия Анна Дмитриевна Саха-Якутия Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одним из активных пропагандистов культуры овенского народа является Зоя Степановна Садовникова, педагог с большим стажем, руководитель родового семейного ансамбля Эгджанмола из села Сасыр Момского района. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok который активно работает и выступает на всех площадках и совмещает учебу с исследовательской работой и творчеством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Культур Гаук, образовательное и творческое объединение культуры в Магаданской области Анна Кирилловна Ряба-Вакай представила варианты запева эвенов Магадана с элементами горлового пения. ПЕСНЯ 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 Скажите, пожалуйста, как у вас в Магаданской области эвены сегодня хранят культуру своего народа? Есть ли свое гэдди? И как передаются молодому поколению? Наши бабушки, к сожалению, уходят, запевалы, мужчины уходят, которые коргириш пели, исполняли. Это было прекрасно, потому что был чисто мужской хэдди, когда они созывали хи-ха, хи-ха. Прямо вот своим этим гортанным мужским. И на сегодняшний момент я бы хотела сказать, что все-таки мы хорошее дело делаем, сохраняем. И то, что вот в данный момент в резолюции было указано, и то есть все участники конференции за то, чтобы для сохранения нам надо это архивировать, фиксировать. И естественно, чтобы это фиксировалось на федеральном уровне. А это, конечно, реестр этнокультурного достояния Российской Федерации, народов Российской Федерации. Вот туда обязательно, я думаю, что от Якутии хэдди войдет. Так что я желаю всем своим коллегам и вам всем, чтобы наше этнокультурное достояние всегда жило, наследие предков мы будем хранить. Этно-фольклорный ансамбль Долгунча, которым на протяжении 14 лет руководила заслуженная работник культуры Республики Саха-Якутия, незабвенная Зинаида Платоновна Никулина, оставившая нам всем бесценный дар, варианты запевов нескольких локальных групп венов Республики. Мы продолжим нашу работу в этом плане. Очень много у нас задумок в этом плане. И, конечно, мы продолжим собирать данные о наших старейшинах запевалах и вести с ними работу, налаживать связи с нашими наслегами, где тоже ведется большая работа по сохранению хэдди. И то, что мы смогли организовать вот эту конференцию, уже первые отзывы наших сородичей говорят о том, что люди действительно ждали. Ждали эту конференцию, все хотели выступить, да, очень много было выступающих, начиная от детей младшего школьного возраста и заканчивая нашими старейшинами, легендарными запевалами хэдди. Сейчас еще есть запевалы, которые являются запевалами, которые исполняют хэдди по всем канонам, овенским канонам. И самое главное, мы должны достаточно внимания уделять, много внимания уделять нашим запевалам старейшинам. Для того, чтобы они смогли передавать, мы должны их поддерживать. И не зря у нас есть предложение от Союза Овенов, чтобы какие-то соответствующие меры приняли в этом плане, да, для поддержки именно носителей запевал, по-овенским мы их называем нёгамга, для того, чтобы мы их поддерживали. Не только на словах, но и на деле. Проделана огромная работа по увековечению и пропаганде сокровищ овенского народа – кругового танца хэдди. Предстоит еще много сделать – зафиксировать всех носителей и исполнителей. Результат Всероссийской научно-практической конференции показал необходимость и своевременность планомерной научной и исследовательской работы. Одним из важных решений в резолюции научно-практической конференции – это было решение о включении нашего кругового танца хэдджа в антологию нематериального духовного наследия Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok